Кадыров говорит, что мне лучше, чем ждать врага здесь в Чечне, чем он придет сюда и будет здесь убивать нас. Я лучше говорить, там в Украине сражусь с этим врагом, там его убью, уничтожу, чем он придет ко мне в Чечню и будет убивать моих женщин, моих детей. И мне некуда, он говорит, девать. Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. И не надо задавать тупые вопросы, не задавайте сейчас, что значит, при чем здесь Украина. Не задавай тупые вопросы. Украина, конечно же, при том, что уже на протяжении четырех столетий, это же именно Украина нас уничтожает. Это ведь Украина до этого разрушила Чечню, это Украина до этого 300 тысяч нашего населения уничтожила. Как ты думаешь, сколько будет длиться война? Я не знаю, друзья, у меня нет таких способностей делать прогнозы, не могу этого вам сказать. Но смотрел Иларионова, Иларионова сказал, что минимум три года. Кадыров продолжает встречаться со своим окружением, проводить эти совещания с оперативным штабом по проведению военно-специальной операции. В Чечне есть такой свой отдельный оперативный штаб, созданный Кадыровым. И вот он периодически с ними встречается, и постоянно на этих встречах высказываются какие-то все новые и новые аргументы в пользу того, что нужно ехать в Украину и убивать украинцев, нужно принимать участие в этой войне. Вот я сейчас покажу вам очередную такую встречу Кадырова с этим своим окружением, и посмотрите, какой на этот раз, какой убедительный довод привел Кадыров. Субтитры создавал DimaTorzok Кадыров говорит, что мне лучше, чем ждать врага здесь, в Чечне, чем он придет сюда и будет здесь убивать нас, я лучше говорить, там, в Украине сражусь с этим врагом, там его убью, уничтожу, чем он придет ко мне в Чечню и будет убивать моих женщин, моих детей. Мне некуда, он говорит, девать этих женщин, этих детей, у меня нет бункеров для них, я не хочу, мы не для того, он говорит, строили, построили эту Чечню, восстановили ее, чтобы опять к нам пришел враг и уничтожил все то, что мы сделали, чтобы разрушил Чечню, мы не для этого ее строили, говорит Кадыров. И не надо задавать тупые вопросы, не задавайте сейчас, что значит, при чем здесь Украина, не задавай тупые вопросы. Украина, конечно же, при том, при том, что уже на протяжении четырех столетий, это же именно Украина нас уничтожает, это ведь Украина до этого разрушила Чечню, это Украина до этого 300 тысяч нашего населения уничтожила. Вы что, забыли про первую Украино-Чеченскую войну, про вторую Украино-Чеченскую войну? Вы думаете, наш народ это все забыл, все эти преступления? Вы думаете, мы забыли, как Украина выслала чеченцев в 1944 году? Вы думаете, мы забыли Кавказскую войну? Войну Украины с Кавказцами? Вы думаете, мы забыли, как они убивали наших абреков? Вы думаете, мы все это забыли? Вы думаете, мы забыли, как мы восставали против Украины? Мы на протяжении 400 лет уже сражаемся с Украиной. И даже если представить, что мы это забудем, допустим, история-то, она уже написана, этого не забудет. Достаточно просто загуглить. Мы можем просто загуглить, допустим, первая Украина-Чеченская война. Давайте вот загуглим. А нет, не показывает. Может, вторая Украина-Чеченская война? Вместо Украины-Чеченской войны, он мне выдает, Google выдает Российская-Чеченская война. Ну, конечно, потому что это же Google, это же интернет. Вот эти вот ваши западные интернеты. Это, конечно, вам там легко поменять историю. Вы просто взяли, переписали. Но мы-то все помним. Мы, чеченцы, ведь все помним. Мы-то знаем, кто нас убивал. Мы-то знаем, чьи самолеты нас бомбили. Чьи танки по нам ездили. Мы-то знаем, чья артиллерия наносила по нам удары. Мы знаем каждый снаряд вот этой установки ГРАД, установки залпового огня. Мы знаем, кто, чей солдат ее по нам запускал. Конечно же, украинский. Или нет. Или я, может быть, в чем-то ошибаюсь. Я думаю, нам нужно будет восстановить эту историю. Нужно будет снова подумать об этом. Мне кажется, где-то произошла какая-то ошибка. Кто-то подмену сделал в этой истории. И так совпало, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к кавказцам, стоя при этом у мемориала памяти имама Шамиля в Киеве. Вот небольшой отрезок его выступления. Давайте посмотрим. Народы Кавказа, все народы на территории России. У вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга. Ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете. Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть свой провал. Народы Кавказа, у вас нет ни одной причины, он говорит, Зеленский, для того, чтобы участвовать в этой войне. Как это нет, Зеленский? Как это нет? Я же только что перечислил все эти причины. Вы на протяжении 400 лет, ведь вы нас убивали не россияне, даже не Россия, это же Украина. Как это нет у нас причин? Конечно, есть причины, и мы обязательно во главе с нашим падишаком, вот вы увидите, именно он возглавит эту священную войну против вас, соберет вокруг себя всех своих родственников, годных к этой военной службе, а у него их полно. Он, его родственники, потом все его окружение, вот эти вот председатели парламента, там всевозможные вот эти чиновники, которые обычно его окружают на этих совещаниях, они все вместе, их родственники, ближайшие их дети, племянники, братья, они все, и вот во главе с ними, мы уже будем стоять за ними, они возглавят этот наш отряд, и мы придем для того, чтобы отомстить вам, Владимир Зеленский, за все то, что вы с нами делали. А еще в этом обращении Владимир Зеленский говорит, что мы, украинцы, мы, Украина, мы чтем, он говорит, память ваших кавказских героев, стоя перед мемориалами Мама Шамиля. Россия тоже чтет память наших героев. Например, голова Хаджимурата до сих пор хранится в музее в Питере, в Кунсткамере, они тоже ее очень бережно хранят на протяжении уже более века, она находится в этой Кунсткамере. И есть у нас такие вот на Кавказе всякие провокаторы, которые пытаются поднимать вопросы, эту голову захоронить, предать ее земле, и Россия не дает этого сделать, она бережно хранит эту память. Поэтому пока эта голова Хаджимурата лежит в этой Кунсткамере в Питере, Владимир Зеленский, мы будем помнить нашу историю, и мы будем знать, что Россия все эти годы, пока вы нас, украинцы, убивали 400 лет, Россия нас от вас защищала. Она всячески нас берегла и хранила нашу память, память о наших героях. Вообще, когда вот эти вот все разговоры, я сейчас уберу вот эту иронию, понятно, все это была ирония. Когда вот эти все разговоры идут, мне интересно, на кого они рассчитаны. Я вот слушаю Кадырова, эту речь с наложенной вот этой вот грустной музыкой, которая должна во мне пробудить чувство. Я должен как-то, как-то вот расположиться к его этим словам, что вот, вот этот человек не хочет, чтобы снова наш народ гиб, чтобы снова война пришла на нашу землю. Но здравый смысл, и я пытаюсь, да, вот так вот, я вроде бы, эта музыка, она меня располагает, и я пытаюсь в это поверить, но в то же время я думаю, так, погодите-ка, но это ведь, это ведь полный абсурд. Ведь это как раз та страна, которая сегодня пошла так же, как она убивала нас 20 лет назад, 30, да, в любую, 50 лет, 100 лет назад, в любую, в любую дату, в эти 400 лет возьмите, это та страна, которая нас убивала все это время. Теперь эта страна пошла убивать украинцев на их же территории, захватывать их земли, делать их земли частью своей территории, официально аннексировать. И этот человек, под вот эту вот грустную музыку, пытаясь пробудить во мне вот эти чувства, он мне заливает, сказать, что мы должны вместе с этой Россией пойти и убивать там сегодня украинцев, чтобы завтра украинцы не пришли к нам убивать нас. Но на протяжении всех этих 400 лет украинцы ни разу не приходили нас убивать. Ни разу. Не было такого. И не было никаких предпосылок к тому, что украинцы вообще когда-либо придут к нам нас убивать. вот ничего, ни одного высказывания, ну ничего, ни одной записки оттуда не было, ничего подобного не было. Я не знаю, на кого вы рассчитываете, где вы найдете таких идиотов, кто поверит в это. Возможно, ваша пропаганда была бы действенной, если бы не было тех, кто говорит правду. Но, иншаллах, будут те, кто будут говорить эту правду, кто просто будет объяснять, когда вы будете выстраивать пример 2 плюс 2 и за знаком ровно будете выставлять там какие-то цифры, все цифры, кроме 4. Вы будете там любые цифры рисовать, кроме цифры 4. Мы всегда будем убирать эти ваши числа и объяснять, что 2 плюс 2 это только 4. Это не может быть 7, не может быть 5, не может быть 1, 2, 3, 18, 645, не может быть. Может быть только 4. И вот пока мы будем это людям говорить, эта простая правда, она будет очень легко усваиваться. Этот пример очень легко перепроверяем любым человеком, имеющим минимальные знания, какие-то азы в своей истории. Тот, кто знает, для него нет проблем понять, что 2 плюс 2 может быть только 4. Поэтому вы всегда будете вот именно в этой борьбе информационной вы всегда будете проигрывать. Япон, вот-вот я о том же. И ракета, которую пустили по центральному рынку в Грозном, ведь с Киева же прилетела. Кадыров, будь ты и весь твой путь проклят, паскуда. Да, именно вот эта ракета, я думаю, в центре принятия решений, как сейчас любят говорить в Кремле, в центре принятия решений в Украине, в Киеве. Тогда, видимо, приняли это решение, что нужно долбануть по центральному рынку города Грозного, убить как можно больше чеченских женщин, в основном на этом рынке торговали, на вещевом рынке торговали женщины у нас, и в основном погибшие тогда были именно женщины чеченские. Видимо, в этом центре принятия решений решили нас вот так погубивать. В роддом, когда мочканули тоже наших детей, видимо, решили. Это все для нас делала Украина, уничтожала все это время нас Украина. Как ты думаешь, сколько будет длиться война? Я не знаю, друзья, у меня нет таких способностей делать прогнозы, не могу этого нам сказать, но смотрел Иларионова, Иларионова сказал, что минимум три года она будет идти, и он приводил доводы. Его доводами было то, что и Россия, и Америка заложила в план три года. Все какие-то соглашения, которые делаются в связи с этой войной, они все заключаются на три года. Исходя из этого, он сказал, что это значит, что война как бы минимум рассчитана на эти три года, и она будет скорее всего идти минимум три года, а возможно она будет еще дольше. Скажи, побраски, ты знал, что у Кадырова кличка Люля? Конечно, знал, весь мир это знает. Он сам почему-то себе дает кличку Вудустум, даже после того, как Вудустум соскочил с Афганистана, но он все равно себя называет Дустумом. Но он больше известен у нас как Люля. Субтитры создавал DimaTorzok